Ну что, привет интернет! Сегодня я последнее время увидел очень много публикаций примерно на такую тему. Да что эти турагентства? Мы можем сами все зарезервировать. Мы можем сами зарезервировать отели, мы можем сами купить билеты. И самое интересное, что много людей, которых я знаю и уважаю, они так уже и делают. То есть можно сказать, что сегодня это становится трендом. Но я опять же тот человек, который 11, 20, я не знаю, 15 последних лет я как паровоз летаю турагентствами. И я хочу уже в этом разобраться для себя. И хорошая новость, у меня есть знакомый в туристической отрасли. И вот сегодня с нами Анна Загоруйко. Это владелец очень такой в сетях известной компании Компас, благодаря тому, что они ведут там какую-то активную политику. Вот. И редко приходит человек из отрасли и может тебе поотвечать на вопросы. Вот давай, давай, Ань, первый вот вопрос. Насколько вообще корректно вот это высказывание, да, что вот турфирмы вот совсем, они там получают какие-то сумасшедшие, на нас навариваются там какие-то там сумасшедшие деньги. А если я вот куплю это все напрямую, да, то мне это будет вот вообще вот там, ну дешевле на порядке. Это правда или нет? Вот ты в этом тоже же разбирайся. Наверняка. Да, разбираюсь наверняка. Нет, это, конечно же, не правда. Вообще категоричность во всем это не есть хорошо, да. То есть, когда мы говорим, вот здесь плохо. Ну, как бы если было в турфирмах плохо, не было бы турфирм, да. Но все равно есть же потребитель. Потребитель не дурак, невозможно бы там обманывать. Да. Вот, поэтому это неправильное высказывание. Конечно, интернет продажи растут, и растут они во всех отраслях, не только там в туризме, да. Сейчас в интернете можно купить все, то есть, вроде там картошки с морковкой. Ну, в любом случае магазины есть, да. Вот, также и турфирмы, то есть первое, в туристских компаниях, туристские компании также сотрудничают с онлайн-сервисами. И с онлайн-сервисами они всегда получают там какую-то комиссию, поэтому… Да, то есть, с тем же Booking.com там… То есть, ну вот, подожди, твое агентство, вы юзаете сайт Booking.com? Конечно, мы сравниваем цены с Booking.com. То есть, все зависит от направления, от страны. То есть, чаще всего в Booking.com, например, городские отели, которые находятся не в пляжных отелях, а которые находятся в городах, в больших городах, в мегаполисах, они могут быть дешевле. То есть, ну это не первая никакая линия, да, получается? Это не курортные отели, то и курортные отели, как правило, дешевле у принимающих компаний. Городские отели, как правило, чаще всего могут быть дешевле в Booking.com. Но, опять же, это не на high season, то есть, не на высокий сезон, где там 100% заполняемость. Потому что в Booking.com 90% контрактов у них напрямую с отелями, и отели ведут ценообразование. У отеля, там, ценообразование складывается, там, из пяти этапов. То есть, сначала, там, идет цена стойко-место, из нее идет дискаунт, там, 80% для туроператоров, потом, там, 50% для корпоративных клиентов, там, 40% для, получается, постоянных клиентов, потом, получается, какие-то, какой-то процент для Booking.com. Вот, цена стойко-место, это та цена самая высокая, цена, которую ты можешь взять в тот момент, когда ты пришел в отель. То есть, вот, если ты не бронировал, приехал в отель, заселяешься, то есть, цена на стойке. Вот, эта цена, это самая высокая. И, как правило, в Booking.com идет именно эта стоимость. Вот. Ну, сейчас, вот, куча хипстеров, вот, дружно плюнули в монитор с криком, да, варет она, там, еще что-нибудь, наверное, непечатное добавили, да? А почему? Смотри, вот ты, ведущий оператор, кто Индию у нас продает, да, условно, твое агентство. У тебя, я знаю, у тебя половина твоих чартеров, да, они забиты хипстерами, которые у тебя покупают билеты. То есть, ну, билеты же они все равно покупают, получается, у тебя. Но в Индии уже они все покупают там самостоятельно. Самостоятельно. Потому что, ну, чартерам все равно дешевле долететь до Индии, чем вот прямым рейсам. Так же получается? Прямых рейсов на Гуа нет. Вот так вот. Прямых рейсов на Гуа нет. То есть, прямые, если лететь регулярным рейсом, это только Элира-Станой. Вот. И там, опять же, очень много нюансов. Если говорить, например, о, когда люди покупают билеты на 5-6 период, ну, то есть, грубо говоря, там, на 2-3 месяца. Надолго. Тогда, возможно, им дешевле покупать регулярным рейсом. То есть, дешевле полететь Эйра-Станой. Потому что... Ну, они же не в Гуа прилетают, они прилетают в Дели. Они прилетают в Дели, либо они летят, и потом летят на Гуа, либо они летят через Объединенные Арабские Эмираты, прилетают на Гуа. Вот. В этом случае, если они летят на долгий период, возможно, им дешевле брать, получается, прямые рейсы. Не, а вот таким, как я, семейным. А если люди летят на период отдыха, то есть, вот на 7-10 дней, то в любом случае дешевле, конечно, чартерный рейс. И вот это 100%, то есть, никак это не обсуждается. Никак нельзя прилететь в Индию на 10 дней дешевле. Это некорректно с одного вопроса. Никак нельзя. Надо смотреть, опять же, получается, возможно взять заранее, там, ну, даже заранее. Нет, ну, если у нас средняя стоимость билета, вот если говорить о Индию, то нет. То есть, если наша средняя стоимость билета и на Гуа идет где-то 530 долларов, на человека, то если лететь и Ростаной до Дели, там, если брать заранее билеты, 350 долларов, плюс внутренние билеты еще также где-то по 250 долларов. То есть, он стоит и выйдет, получается. 600 долларов. Да, даже подороже получается чуть-чуть. Вот, но это мы говорим о самых минимальных тарифах. Просто ценообразование разное. Между регулярными и чартерными рейсами разная вообще система ценообразования. Регулярные, чем ты раньше берешь, тем ты берешь дешевле. Вот, чартерные рейсы обычно, конечно, до заездов в low season скидываются цены, они продаются дешевле, а в high season, там, высокий сезон, там, новогодние даты, то есть, цены дороже. И, опять же, на регулярные рейсы, также, если человек поформляет тур заранее, он приходит в агентство, агентство выписывает авиаперелеты по той же стоимости. То есть, цены на авиабилеты, они упубликованы, то есть, есть сайт, например, Эра Астаны, и сайт Этихаты, есть сайт Эра Арабии, есть сайт, там, Львганзе, КЛМ. Вот, эти цены, вы смотрите их на сайте, вы идете в агентство, вы идете по той же стоимости. Вот ты сейчас интересную вещь сказала. То есть, получается, легко можно узнать себестоимость своего перелета, просто зайдя на сайт авиакомпании. Ну, конечно, это всегда так. Ну, так, а что, нет, подожди, а что тогда, это же получается, нет, я просто никогда так не делал, да, то есть, я прихожу в турфирму, как я делаю. Вот, мне кажется, я являюсь, ну, таким обычным, ну, вот, клиентом турагентства. То есть, я прихожу, говорю, мне надо вот туда, и меня просто интересует конечная стоимость. Мне неинтересно вникать, сколько стоит там отель, сколько стоит перелет. Мне интересно, вот, моя семья из четырех человек, да, то есть, какой я получу ценник. То есть, общий, он меня устроит или не устроит. Если мне дадут дорогой ценник, с моей точки зрения, я буду что-то там думать. Если он меня устраивает, я молча плачу и не парюсь, там, сколько обошелся тебе мой перелет, там, до Индии. Слушай, ну, вообще-то, как бы, по сценарию турагентство, наверное, тоже что-то должно зарабатывать, правильно? Ну, я так себе как-то немножко думаю. Турагентство зарабатывает не путем того, что оно накручивает сверху, то есть, а путем того, что им даются либо скидки, либо за счет того, как зарабатывают туроператоры, то есть, они берут оптом и продают в розницу. И, например, лепто туроператоров вообще в развитии, да, то есть, и то, что это не спекулянт, то есть, это не, ну, как бы не компания, которая покупает, продает, а компания, которая создает. То есть, благодаря туроператорам появляются новые направления, и направления становятся дешевле. Да, то есть, например, ну, компания BVT, ну, я могу много примеров привести, да, даже не своей компании, там, компания BVT, они там шесть лет назад поставили чартер в Болгарию, который благополучно уже летает, ну, могу ошибиться, может, шесть, может, восемь лет назад. Ну, давно в Болгарии уже точно. Да, и это, то есть, это благодаря туроператору уже поставили, то есть, это рейс, который осуществляется каждый сезон. Стоимость билета, то есть, если, например, до этого Болгария была для Казахстана недостой, и не массовым направлением, потому что нужно было лететь через Стамбул с пересадкой, стоимость билетов там стоила, ну, как минимум, можно сказать, там, 600-700 долларов, то есть, на данный момент, каждый лето, ты, сначала, там, с июня по конец сентября летают прямые рейсы, каждую неделю стоимость, там, билета, 400, то есть, Болгария самая дешевая, билета, это чартерный рейс, да, то есть, те же, те же самые Мальдивы, даже самая Турция, она стала более доступна, когда появились туроператоры и ставили, ставили чартерные рейсы, то есть, все равно, вы же, видите, что с каждым, несмотря, там, как бы, не ругали отрасль или еще, что с каждым годом, все равно, коли объем туристов растет на 18-20%, и цены, они падают, все равно, они не повышаются на туру, то есть, все равно, за счет, то есть, несмотря, там, 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 девальвации, еще какие-то вещи, то есть, за счет того, что увеличивается емкость рынка, там, какие-то туроператоры, где-то берут отели, где-то увеличивают объем, где-то ставят рейсы, ну, те же чартерные, то есть, стоимость туров, она уменьшается. Я извиняюсь, вот, чуть-чуть вклинюсь, мне кажется, легкий вот этот флер, да, не легкий, там, весьма сильный, то, что в России посыпались вот эти туроператоры, да, ну, и у нас упал достаточно такой большой мощный оператор Гульнар Тур, это компания, там, я не знаю, лет 10 она на рынке точно работала, там, по моим ощущениям, я не большой эксперт, но мне кажется, она давно работала, да, то есть, ты вообще, как можешь прокомментировать вот эти последние события, то есть... Они не связаны между собой, то есть, у нас, конечно, потребитель, ну, вот это, как, роковая случайность, да, что в один год столько происходит вещей, но они между собой, ну, возможно, связаны только вот с девальвацией, да, что все равно, конечно, в феврале месяце доллар подскочил, туры зарубежные повысились и спрос упал, плюс, конечно, ну, вот, если говорить о России, понятно, что к этому, то есть, упал спрос из доллара, упал спрос из-за того, что перестали люди путешествовать, то есть, что там, большой, например, ну, вот эта первая компания НИВА, ну, насколько мне известно, да, это, опять же, не 100% объективная информация, но все, что у них очень большой объем от клиентов, это были именно военнослужащие, и вот в этом году же вообще... Там запретили ФСБшники, да, люди? Все, вообще, получается, то есть, там и ФСБшники, и их родственники, да, и не родственники, там, когда сына депутата поарестовали в Мальдиве, выдали, там, Америке, то есть, после этого перестали его вещей кто-либо ехать, потому что люди просто, ну, кто-то боялся. Да, большой пласт был, получается, госчиновников, и же с ними, их родственников, ля-я-ля, да? Вот, и это повлекло, получается. Потом, касательно вот этой компании, которая жила и Натур, и Чартер, то есть, там вообще эта связка нескольких компаний была, которые работали с Оренбургскими оверениями, я понимаю, что там, ну, вопрос каких-то вот... Ну, официальная версия, что за бензин они не платили, да, там, за керосин. Ну, они не же не могли платить, то есть, ну, это официальная версия, так, я не знаю, там вообще можно такие вещи в интервью говорить. Насколько я знаю, что там какие-то коррупционные схемы, потому что, ну, смотрите, то есть, компания Аэрофлота, ой, то есть, компания Любульские авиалинии, это дочерная компания Аэрофлота, да? Ну, какая бы вообще коммерческая компания могла бы себе позволить такой, ну, вот любая же, там, ну, не платили бы мы, там, я не знаю, Аэроста нет, да? Ну, как, ну, они же все равно, они же на чем-то должны прилетать. То есть, там просто были вот какие-то такие коррупционные схемы, то есть, он уже... В общем, короче, можно так сказать, что это разборки там... Да, потому что была одна компания, вот, которая именно тур, через которую были подписаны договора у всех туроператоров с Оренбургскими авиалиниями. Все, кто сидел на Оренбургских авиалиниях, они имели прямой договор с Оренбургскими авиалиниями. Они имели договор с брокером. Через посредников. Да, и этот посредник, он потом, вот, как-то случилось, что он... Склеился. В Оренбургские авиалинии увидели, что такая вот у этого посредника огромная задолженность, то есть, они закрылись, и поэтому, то есть, очень многие вот компаний, то есть пострадали за это потому что деньги были проплачены пришлось там проплачивать по второму разу плюс это уже там третья четвертая компания что конечно перестали люди перестали доверять агентство у меня друг он прилетал беру знаешь у нас за сегодняшний день больше отказов нежели получается заявок потому что люди говорят ну то есть они снимают тур и говорят вот если через месяц вы доживете так вам оплатим не ну а чё нормально людям не прикольно в турции сидеть там к примеру да или в греции вот там когда тебе из отеля выселяет это конечно сейчас мы говорим там о другой по факту стране нам как-то это значит там немножко все далеко давай к нашей стране а вот ну один из ведущих туроператоров от отрасли гульнартуру он почему прекратил свою деятельность то есть я понимаю что там ну вот мне не нужно не нужен там сейчас страшный секрет да если вдруг ты его знаешь да ну вот по твоим ощущениям почему так случилось наверняка уже там все в курсе это тоже там разные на самом деле причины но одна из основных причин и вот она официальная как официальная версия то что гульнартур он всегда работал с иностранными то есть он в турцию всегда брал иностранные чарточные рейсы вот и вот когда вступил в силу закон о том что должны они у нас быть под нашими флагами стоять я помню это был громкий такой какой что-то вот кричали очень сильно в прошлом году на эту тему что говорили что за счет этого будет развитие нашей авиации как бы дано то что когда у нас компании будут здесь базироваться здесь обслуживаться то потекут деньги эти в нашу отрасль да ну и вот кстати интересно еще много компаний образовалось но я первый пускат обновил свой флот вот и они сейчас купили новый самолет не модификации боинг последний модель 290 к рейсу вот у них летал в этом году в турцию вот потом сейчас насколько я знаю что организуют свою компанию вестами что планируется завести самолеты но этого еще нет я слышал еще интересная новость аэростана еще начала чартеры делать это же не было такого вообще у нас и аэростана начала работать то есть они вот были был первый чартер на вейс в Анталию в этом году аэростаной я им наверное летал я емкость рынка увеличилась аэростаны в двора то есть если в том году они из Алматы везли там 32 тысячи человек то есть в этом году это было двора то есть два самолета летало аэростаны в этом году 60 тысяч вывезли получается это аэростана и аэростана опять же она стала доступнее да плюс был чартер на рейс на Барселону аэростаной тоже в этом году в Испанию слушай ну вот говорили были прогнозы что когда мы запретим пользоваться импортными чартерами что у нас там чуть ли не обвалится туристическая отрасль я помню была большая такая дискуссия да то есть они говорили нет надо развивать свое пускай они стоят здесь наши эти борты ну вот например как скат компания да пускай лучше ээростана сделает чартер короче давайте летать своими самолетами не надо кормить грубо говоря турков да то есть условно это была одна позиция вторая позиция говорили что вообще-то это конкуренция да если турки выгоднее давайте покупать турков потому что потребитель турецкие чартеры летали вот рейс был регулярный рейс в этом году был регуляр просто эти рейсы они летали на основе регулярных рейсов и вот летал Turkish Airlines летала летала авиакомпании от лажет и вот благодаря тому что этот рейс был регулярный то есть когда гульнартур смогли выполнить свои обязательства финансово перед от лажетом они отказались возить туристов когда гульнартур объявил себя банкротом за счет того что это был регулярный рейс государство удалось добиться министерство нашего того чтобы все билеты которые были проданы гульнартуром вот но не оплачены от лажетом да то есть они все равно отложат выполнен все обязательства то есть люди фактически получается за это заплатили шторки за это заплатили все любят было было несколько все люди по у кого были подписаны кого были квитанции на руках кого были билеты то есть они получили эти услуги то есть там пострадали только те туристы которые от или то есть билеты от или были куплены вольнартура но я не знаю там сейчас все равно идут суды каких страхов страховка что-то должна покрыть то есть я не могу сказать что вот в связи с банкротством гульнартура был такой же нанесен ущерб как в том году когда вот банкротилась вот это турецкая компания тогда было пострадавших людей намного больше ты сейчас в связи говорю с тем что ноги во первых скат авиакомпания и рост она получает они вывозили людей как там они несколько ты или четыре если не сделали очень бесплатно там и рост она не дали обратно дешевые очень билеты и плюс то есть прям это было на государственном уровне принято решение что отложит больше ну то есть это регулярный рейс и в любом случае он должен выполнить обязательства которые были взяты поэтому все люди были ну смотри давай вернемся вот к той теме с чего мы начали мы знаем что в америке как такового вот это я вот уже благодаря опять же общению с тобой да я узнал но это интересно а в америке ведь как такового института турфирм вообще нет но с другой стороны мы видим что допустим в германии да там европейских странах есть турфирмы там которые работают там я не знаю по 500 лет то есть там есть если вся америка покупает вот все электронно уже давно причем да то есть то допустим в европе в японии в японии все равно существует турагентство и работают а у нас на рынке я как полагаю сейчас начинают уже действовать какая-то смешанная система то есть если наверное доля турагентств лет десять назад была там я не знаю девяносто девять процентов да то сейчас вот эти электронные продажи они все равно мне кажется откусили у вас достаточно как бы большую долю вот кстати если ты сможешь назвать вот процентное отношение вот на сколько людей улетает все таки у нас через турфирмы отдыхать и сколько пользуются вот этими ну электронными всевозможными сервисами покупок в кз мы говорим 40 а это электронная и 60 через турфирмы но вот смотри а если мы говорим именно о людях которые едут путешествовать в стадии туризма если мы не говорим о командировке не нет вот про туризм интересно потому что я командировки это не ко мне я мало летаю в командировке мне вот ну правда не очень интересно то есть а вот про туризм ну слушай ну смотри 40 процентов это же уже большая цифра то есть получается 40 процентов сказали я не полечу турагентством да полечу на как бы вот вот этим способом но давай попытаемся ответить вот все таки на главный вопрос да то есть действительно ли там большая экономия потому что вот все мне говорят да что в турагентстве я переплачиваю пару тысяч долларов лишних это это правда или нет нет ты сказала но я знаешь вот как тот следователь я я хочу прям чтобы из уст вот человека который разбирается вот в этом да чтобы это прозвучало ты же понимаешь мы сейчас в интернете выходим то есть если сейчас ты сказала неправду будешь читать много комментариев и наверное даже станешь звездой в отрасли хорошо я не отрицаю электронные продажи я говорю что они развиваются они должны развиваться это удобно это доступно это там хорошо и так далее я говорю что не нужно ничего отрицать не нужно отрицать и роли турагент то есть турагентство делают многое турагентство основное что то есть они продают право на отдых и не продают получает саму то есть квалифицированное дату агентство что оно должно сделать оно должно подобрать для тебя самый лучший самый доступный и подходящий именно для тебя вариант отдыха вот вот этот делает квалифицированное турагентство за счет того что конечно были на рынке случае когда там ну были факты мошенничества даже в этом году то есть за счет этого конечно натуре гензну вот есть какой-то вот этот черный пиар что турагент все дорого или что в турагент ну что в турагентство опасно что там обратно можешь не вернуться получается или ещё какие-то вещи но в целом если мы говорим о квалифицированных турагентных на самом деле Ну вот это я могу 100% сказать, что на рынке намного больше, чем мошенников, то есть и компания недобросовестно работающая. Нет, ну с этим-то я согласен. Понятно? Нет, с этим-то все согласятся, что мошенников у нас на рынке меньше, чем не мошенников. Молодец Анна. Да, ну когда все в одной игре говорят о том, что... Рядом, у меня сколько в это лета было, у нас была компания на рынке, которая продавала туры с 40% скидкой. Ну вот реально с 40% скидкой туры на воду. В Турцию. Так не может быть. Так не может. Вот я тоже говорю, ко мне приходят клиенты, говорят, что вот у них на 40% дешевле. Я говорю, ну понимаете, может быть на 10%, может быть, ну вот процент соотношения 10% может, кто-то дает, может дать бесплатный трансфер, да? Может там кто-то, ну не знаю, со своей комиссией, то есть стандартно, если турагентство работает, ну туроператоры, турагентство дают 10% комиссии. Вот они работают на этих 10%. Вот с этих 10% мы и живем. Можем 5, могут 5 отдать, могут там, ну если это их близкий, родственник, друг, но отдадут они тебе там 7%, да, там 2 себе оставят. Вот, ну не может же быть, что это 40% или 30%. Не может. Когда ты говоришь об этом людям, конечно, вы же понимаете, что если что, то есть они на что-то... Ну так и чем кончилось, мошенники? Конечно же, только, то есть мошенники опять вот до сих пор же идут судебные разбирательства и все, что огромное. То есть они продавали, 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 потом в августе месяце перестали продавать, и огромное количество людей оказалось на улице. Опять кричат, что вот туристский рынок такой, туристский рынок сякой, лучше бронировать через интернет. Ну, смотри, я когда буду бронировать через интернет, вот что делает турагентство, вот с моей точки зрения, да, оно избавляет меня от кучи геморроя. Вот почему я пользуюсь турагентством. Первое, оно за меня бронирует билет, то есть оно идет на сайты авиакомпаний, само, правильно же? То есть и покупает мне... Ну, немножко сложнее системы, то есть у авиакассы, у них договора с авиакомпаниями, вот, и они по-другому, то есть они через систему бронирования, там, Амадеус, Габриэль, Абакус, они бронируют через них эти билеты. А, люди обычные, вот если я захочу сам билет забронировать, я тогда через кого буду бронировать? Ты заходишь на сайт Аэростаны и бронируешь через них билет. Бронируешь, если у тебя есть электронная карточка, ты выписываешь этот билет. Но в системах онлайн бронирования нет регулярных, нет чартерных рейсов, ты не возьмешь чартерный рейс, и плюс внутренние билеты не всегда можно взять. Потому что в системах, ну, ты берешься, если ты летишь, к примеру, там, я не знаю, в Индонезию, да, через Малайд, то есть ты покупаешь билет до Калумпура, а с Калумпура до Бали, там, есть, там, 10 вариантов, летают 5 авиакомпаний. Там, на сайте у Аэростаны договор только с одной, ты видишь только эту одну. На самом деле их еще 5. Да, и где, то есть, и когда ты приходишь в турагентство, турагентство тебе выбирает маршрут, оно тебе говорит, что ты можешь, вот ты долетаешь до Калумпура, можешь вылететь через 2 часа, и билет будет, там, стоить 100 долларов. А можешь вылететь, там, через, то есть, сутки, там, переночевать, вылететь на следующий день, там, билет будет, там, 10 долларов, к примеру, да, ну, вот, то есть, оно тебе подбирает маршрут. вот и касательно почему но это опять же только мое мнение да почему германии в японии будет много турагентстве не остались этот институт до сих пор работает очень успешно потому что все-таки японцы они германии в японии больше таких экскурсионных познавательных туров здесь больше людей путешествуют именно не просто стилет там отлежаться до что вот купил билет купил отели и там трансфер на то есть ему нужно три услуги то есть и когда это какие-то сложные туры когда это маршруты когда это несколько стран там да вот там потому что великое цель из казахстан до приехать потому что великому шелком теле то все европа объехать или те же круизы понимаете то есть это же тоже все благодаря ну как бы сделано туроператор от не было бы там туроператора да был бы вот эти были бы эти маршруты вокруг света понимаешь вот ты сам вокруг света смог бы себе организовать нет но гипотетически это возможно но это надо мне кажется все бросить и заниматься то есть я наверно смогу организовать но тогда я наверное смогу и турагентство открыть да то есть потому что не ну реально нет и сейчас же целый корабль и понимаешь который есть там не подошлись во всей жизни нет я извиняюсь смотри получается билет билет покупайте через ту фирму по большому счету гадея потому что она знает много вариант опять смотри если ты примеру летишь алмата москва да вот у тебя какой-то несложный несложный маршрут вот это точно знаешь что ты хочешь получается вот этой компании либо в принципе даже если ты не знаешь какой то есть у нас сейчас есть агрегаторы которые ты заходишь например на агрегатор там ну который продает все билеты выбираешь себе да вот ты оплачиваешь карточкой вот берешь себе билеты тогда это для тебя это дна ну как быть у тебя туда потратишь либо столько же сколько ты потратишь в комфортах фирме либо турфирма возможно даже наверно дешевле вот это тебе будет дешевле в турфирме нет а потому что ты если сайте растоны но если ты сам выписываешь этот билет то есть если ты сам получай и оплачиваешь электронно то есть через свою карточку тогда тебе это путь ну тогда ты платишь только стоимость билета если же ты идешь например в кассы той же ээростаны либо в любое другое агентство ты сплатишь стоимость этого билета плюс сервисный сбор сервисный сбор рекомендуемой компании остановит и 5 тысяч тенге в офисе и расставы ты заплачешь за билет плюс плюс 5 тысяч тенге турагентство они плане кто-то нам может тебе там этот сервисный сбор сделать две тысячи тенге может три ну там не больше пяти вот то есть в принципе тебе ну как бы то на то выходит единственное что что ты в чем может быть ошибка в том что существует огромное количество разных тарифов то есть там есть меняем это их есть не меняем и есть возврат и есть невозвратные дамы есть которые там учитывают получается транзита есть которые не учитывают багажку и вот эти какие-то вещи то есть очень часто бывает так что человек самостоятельно когда выписывает билет есть он в этой этой всей информации когда он куда-то летит он и не владеет вот в этом лучше разобраться надо конечно в этом нужно разорваться или например у меня в том году они про они не волнуйте живут они живут в актюбинске они бронировали вьетнам то есть тем через москву было дешевле они забронировали авиаперелет до москвы до забронировали отель во вьетнаме да сами сами самостоятельно а визу не сделал то есть вообще во вьетнам виза по прилету и там нужно оформлять заранее визовое приглашение я никогда летели не прилетели до москвы у них не был то есть они но не знали то есть они прочитали что виза по прилету они думали что он пришел в окошке купил как в египте там вот а у них не было этого приглашения их не пустили из москвы то есть они не звонили из москвы и в аэропорту не выпустили то есть у них проплачен отель что ты сделал визу на следующий день пришлось менять билеты давай про покупку то есть короче по билетам фактически разница нету а ввиду того что люди не знают вот этой кучи тонкости ты сейчас говоришь я же замыкали знаешь я сейчас вспоминаю свои уроки математики у меня примерно так было когда мне вот начал учитель объяснял там интегральные уравнения да я это все слышал я понимал что наверное это все правда но вникать я в это не хотел и ну и я сейчас не хочу я не могу зачем я там есть там визовое приглашение нету визы тем более там цена вопроса пять тысяч семье да я там могу выкружить там ну сто долларов это в результате вот этих всех манипуляций я там сэкономлю ну вот за сто долларов интегральные уравнения учить я не хочу видите все цены они опубликованы все цены есть на сайтах всегда то есть это не какой-то масонский секрет не так что человек что человек что он пришел в агентство он заплатил там кучу денег и потом там прожил и только там когда прилетел понял что он там приплатил 10 тысяч долларов фактически тысячи он там весь не а ну вот там видимо в отелях такой какой-то подвох есть потому что вот то что ты говоришь я сколько раз подходил в турции да там я не знаю там в египте но где я отдыхал а вот сколько стоит у вас сутки я могу там доплатить мне говорили какую-то квадратную вообще цену да и мы вот так вот женой стояли и говорили а как же мы за тысячу долларов тут живем 10 дней до если тут два дня надо за 500 покупать на курортных отелях очень сложная система цена образования что там когда вот вы подходите и спрашиваете в тот момент когда вы живете ли вы прилетаете и подходите там вы покупаете по цене стойко место горит а цена самая высокого то есть от этой цены начинаются все размноженные скидки и от этой цены причем скидки не только там туроператором корпоративом и так далее от этой цены и разным рынком то есть например немецкий как обычно происходит от цена образования в марте месяце проходит берлинская выставка эта выставка которая определяет цены на весь сезон потому что немцы они там больше всего путешествия и например тот же там какой-то отель в турции например для немецкого рынка он может там на 50 процентов быть дешевле нежели там для российского то есть если ты немец у тебя может быть цена там вообще так у нас получается тогда смотри у нас тогда еще дороже чем для россии должна быть потому что россиян то извините в 10 раз больше да так получается как правило турецкий рынок не как казахстан россии украины идет о них ценовом сегменте например азербайджан даже там приходит когда прайс от партнеров там написано что для страны снг кроме там азербайджана потому что в азербайджан идет другая ценовая дешевле но их рядом совсем возможно может быть я не знаю дешевле либо дороже то есть это как правило от или зависит от сезона все я понял короче на снг допустим турецкие отели дают одинаковую например если брать даже греции или черногория если мы летаем в черногорию там только два с половиной месяца то россияне летают до 5 месяцев поэтому цена там в дороже да у нас дороже в россии чуть дешевле очень интересно ну вот смотри я зашел на вот этот сайт сайт вот этот travel com он торгует билетами еще есть такой с собой какой-то популярный сайт где отзывы еще есть вообще не страшно ждать сам сейчас назовем ну в смысле все же это самый популярный самый раскрученный сайт и самая наверное все таки букинком бура вот букинком я извиняюсь то есть букинком потом еще есть второй какой-то вот акции я знаю у него котируются даже на фондовой бирже вот по моему логотипчик сова у меня такая вот где отзывы публикуете туристы могут еще ну вот я зашел на этот букинком я смотрю там отель я набрал пятизвездочный отель в турции да к примеру он не пишет там там ну вот табличку вот эту заполняешь анкет куда вот эту электронную он не пишет там ну к примеру пятерка стоит 10 дней там ну там 800 долларов на человека то есть в турагентстве вот то же самое как там и я почем куплю нет просто вот я не буду видеть и смотреть и не на все зависит от отеля от сезона получается от политики но в целом в турагентстве нет тогда на сайте то же самое же там все зависит от отеля от политики или там смысле там как написали 10 лет назад цены там и не меняются может быть разная может мы сейчас говорим то есть целом там я говорю вот 80 процентов самых популярных отеля они вот работают вот там по такому до ценовой ценовой политики но есть какие-то но какие-то отели вот я не знаю например в турции за что в таиланде есть такие у меня есть просто знакомые которые нам в течение получается уже пяти лет ездят в один и тот же отель который у этого отеля политика они не работают там не историоператорами не с онлайн брони они работают только напрямую скрыть то есть они открылись вот клиентскую базу наработали и там напрямую с клиентами работают у них вот они напрямую клиентам то могут дать чуть дешевле стоимость а там с ну у меня например прайс вообще нет поэтому здесь нужно говорить конкретно скажем то есть я не могу сказать что вот если на booking.com 800 то в агентстве будет 400 но не может уже там ты может то есть может быть это может не declared мы 800 в агентстве в агентстве там будет тоже 800 может быть на booking.com 800 в агентстве будет там 60 может быть получается я говорю опять задников глук ну как как 넣лась деталь на ваш мужчина 90 процентов случаев давай говорить о 90 процентов случаев 90 процентов агент exposänge и путь есть если в случае принимающее компании эти не дает такую цену 90 процентов агенций есть также договора с этим Букинкомом, который дает, получается, там, в зависимости от объема, от 15 до 20 процентов скидки. И также, если к агенту приходит, получается, человек и говорит, что вот это, то есть, агент, я говорю, в чем вообще работа агента? В том, чтобы подобрать самую лояльную цену. То есть к агенту приходят и говорят, нам нужен такой... Агент это вот турагент. Турагент, да, приходят ко мне и говорят, мне нужен такой-то отель. И я, получается, смотрю этот отель у пяти туроператоров, понимаешь? Смотрю его на систему, смотрю его, получается, у казахстанских туроператоров, смотрю его в Букинкоме. Ну, короче, во всех там вкусных местах там. То есть, это же моя работа. То есть, это моя работа дать самое лучшее предложение, потому что, чтобы клиент ко мне вернулся. То есть, если я сейчас клиента обману, да, если он у меня... Во-первых, если ты ко мне пришел, заплатил мне, через день увидел, что в Букинкоме два раза, ты же мне в этот же день позвонишь и скажешь, Аня, ты че, алло вообще? Ты зачем вообще? Ты зачем в космос? На мне бедолаге улетаешь, да? Это же так, понимаешь? Потому что, поэтому, говорю, грамотные продавцы, они всегда смотрят эти цены, они всегда видят, где дороже. То есть, вот этот миф, что турагентство... Получается, что это миф, что турагентство имеет какие-то космические прибыли в сравнении, если я куплю на Букинкоме и в турагентстве, да, то есть, ну, разница там просто зависит, ну, нет, наверное, турагентство может его продать, там, то, что стоит 800 за 1000, да, но это просто жадность турагентства, да, то есть, ну, вот в данном случае. Мы же можем предположить, что все-таки есть на рынке жадные туроператоры? Или, наверное, так не получится? Ну, они станут быстро популярными туроператорами, да, тогда? Не, ну, что есть? Да, здесь люди не будут. И здесь тоже, говорю, когда люди нам говорят о той, или вот то, что пишут, что вот за... Я говорю, и зарай, конечно, если человек приходит там на новую, он хочет купить тур на новую, ну, вот, новогодние цены, новогодние цены, они всегда дороже, у всех они дороже. То есть, в отеле там цены, отель, который стоит, там, 50 долларов, он в новый год стоит, там, получается, 300 долларов. Конечно, если ты берешь это заранее, у тебя дешевле. То есть, что Огин, то есть, как получается, вот, как там пишут в этих всех статьях, что вот я взял заранее там на сайте билета, заранее отель, у меня получилось это дешевле. Это что такое заранее? Объясни мне, вот заранее, это сколько месяцев до? Ну, как правило, той же вот Эйр-Астана, это где-то 3 месяца. То есть, за 3 месяца можно взять по минимальному тарифу. Какая там разница вот между, вот, допустим... Минимальным и максимальным тарифом? Да. Разница значительная. То есть, по минимальному, ну, возьмем, то есть, самое популярное направление, ну, тот же Бангкок, да, Вангкок? Да, давай. То есть, минимальный тариф ты можешь взять за 612 долларов на человека, максимальный тариф может быть 1200, то есть, в два раза. То есть, если ты берешь, ты брал, например, летом, да, на Новый год, ты, ну, там, какой-то калитре, там, ты мог взять там за 600, за 700 долларов. Так получается... Если перед, получается, перед Новым годом, придешь, там будет максимальный тариф по самому-самому дорогому. То есть, на тот же самый самолет. Просто это разная цена, это разная цена образования. Ну, на самом деле, он что для тебя будет, стоит 600 долларов, что для любого мальчика, Пети, там, или, там, я не знаю, там, Бекижана, да, там, условно говоря. Просто, получается, вот эти ребята, которые пишут статьи, да, а, турагентство нас напаривают, да, то есть, они действительно берут на 3 месяца раньше, естественно, получают 50% своей скидки, да, то есть, и когда ты приходишь, там, за, там, 20 дней до вылета, твой ценник 1000 долларов, они говорят, ха, смотри-ка, эти по 1000. Но, ну, хитрое турагентство, вот я сейчас примерно уже разбираться начинаю, оно же может набронировать, да, этих мест. Заранее, потом продавать дороже, тоже такое может, то есть, оно, это риски, то есть, они берут, мы уберем... Ну, да, и потом же купить, получать. Да, то есть, это может быть, и опять же, мы можем продать, как, там, с прибылью, там, 20%, так и в минус, получается, 30%. Ну, вот эти вот, совсем дешевые путевки, которые вы выкидываете, когда у вас, там, в самолетах остаются пустые места, вам уже, по барабану, почему их продавать, а бы уже кэш какой-то вернуть. Это как в магазинах, когда распродажу делают, что там уже не имеется... Да, то есть, это либо, когда берутся, берут жесткие блоки мест, либо, когда ставятся чартерные рейсы. То есть, чартерные рейсы тоже, они ставятся с тем, чем длиннее цепочка чартерная, тем дешевле стоимость себе билета. То есть, грубо говоря, если мы ставим 10 рейсов, то, там, цена билета, там, 500 долларов, да, условно. Если мы ставим 5 рейсов, то цена билета, там, 700 долларов. Вот, поэтому турагенты ставят рейсы, ну, а мы знаем, что, там, 100%, стопроцентная загрузка, это только 5 рейсов. Вот, а там, например, ну, если говорить о летнем сезоне, да, там, вот, апрель-май месяц, еще дети учатся, еще, там, в той же Турции прохладно, то есть, ну, не будет стопроцентной загрузки. И, там, например, с конец августа, начало сентября. В любом случае, рейс-то ставится, ну, на все даты, то есть, мы же не можем, то есть, если ты обрываешься, то стоимость билета тоже будет дороже. Либо, если ты, говорю, ты берешь, там, например, только на 3 месяца, летняя стоишь, то цена билета тоже дороже. Вот, поэтому, ну, как бы, поэтому получается такой цена... Получается, 3 месяца вкусных и 2, вот, не очень вкусных. А ты уж там крутись, как говорится. Да, и компания регулирует цены, и вот, ну, из этого и происходит цена образования. А, ну, как бы, убыватели тоже складываются, что, ну, вот, я в мае ездил, там, в мае были туры по 500 долларов, а вот сейчас август месяц, и билеты, там, по 800 долларов. Сейчас, знаешь, мне кажется, я вот сейчас с тобой разговариваю, я вот, мой... Мне мысль такая интересная пришла. Скорее всего, что вот интерес вот этими билетами, ну, напрямую, там, мимо турагентств, да, что у вас же тоже немного продажи подупали, то есть, вообще, вот, сейчас, вот, у тебя, вот, как у туроператора, у тебя подупали же продажи в сравнении с прошлым годом. В целом, спад на рынке чувствует, у нас нет, потому что, наверное, у нас объем вырос. Вот, поэтому, если говорить в ренде, то у нас не упали. Ну, у вас уже людей добавилось, как бы. Ну, объем, да, то есть, у нас рее, то есть, если в том году у нас там программа была 10-дневная, в этом году она недельная, то есть, и, ну, плюс мы еще дополнительно взяли там разные рейсы. Вот, поэтому объем увеличился. И вы остались на том уровне. Нет, но вот если бы вот... Да, октябрь, если говорить по рынку, то да, но октябрь, октябрь месяцы в том году, в этом году, это вот такой самый... Не очень хороший. Да, октябрь, февраль месяцы, это те месяцы, да. Ну, мне кажется, в феврале-то по-любому люди меньше летают там отдыхать. В феврале, кстати, самые хорошие цены в теплые страны летать, потому что вот этот самый ажиотаж, это вот с 15 декабря по 20 января. То есть, это вот, я думаю, это вот самый такой вот, ну, топ. Потому что люди же не могут надолго не работать, да, там, дети в школу, да, вот кто семейные летают. Я каждый год, у меня дети опаздывают там на неделю в школу и там приходится, я не знаю, ну, как вот, не лететь, не отдыхать, что ли, я вот не понимаю. Окей, получается, что я для себя понял одно, да, что рано еще заморачиваться вот этими всякими покупками, да, там, самому грузиться вот этой штуковиной, то есть, легче прийти... Ты можешь смотреть, все зависит от тебя, то есть, ты должен смотреть, понятно, конечно, ты, ну, я не знаю, так же, как ты одежду покупаешь. Вот ты одежду где покупаешь? У тебя есть вообще покупаешь что-то через интернет? Ну, ты знаешь, я одежду покупаю, так же, как и турбилеты. Я хожу-хожу раздетый, потом прихожу, набираю там одежду, вот так вот, причем, знаешь, там, хорошая, процентов 20 попадается всегда не очень, да, вот, что мне там, ну, там, не подходит. То есть, ну, я не могу, как мы сейчас с тобой, да, говорим о какой вещи, то есть, я говорю за себя, и ты говоришь за свое агентство, то есть, я вообще не показательный в данном случае. Я показательный с точки зрения, что я не хочу в это во все вникать. Вот я тебя сейчас послушал, и я по-прежнему не хочу в это во все вникать. Я одно понял, что вот, ребята, я вот что понял из нашего разговора, надо приходиться, приходить к турагентству, да, видите, мы же сейчас разговариваем с первым лицом, а девочки, которые сидят и торгуют, да, то есть, билетами, то есть, и путевками там, им же интересно продать немножко подороже, они же наверняка комиссию имеют, да, то есть, я одно понял, что нужно торговаться до последней капли крови с турагентством. Сейчас благодаря интернету, благодаря конкуренции тоже все цены известны. Нет, нет, торговаться, мне кажется, все равно надо, потому что, нет, ну, пришел человек такой, ха, сеятель, ну, ему никто не будет скидку предлагать, это нормально? Нет, ну, если ты пришел, говоришь, так, сколько стоит, тебе говорят, две тысячи долларов, ты ему лучше заплатил и ушел. А если бы ты сказал, ребята, подешевле, тебе бы сказали, ну, окей, тысяча восемьсот. Ну, я не согласна, в турагентстве, да, есть опубликованные цены, по этим ценам, ну, говорю, есть опубликованные цены в авиакомпаниях, есть в отелях, получается, есть там у туроператоров тех же. Нет, ну что, нельзя поторговаться в турагентстве, что ли, ты говоришь? Я это не приветствую. Нет, ну, слушай, нет, ну, было бы удивительно, если ты была бы рада. Я на этой вот ноте, наверное, мы закончим наш сегодняшний разговор. Ань, тебе спасибо. Знаешь, за что спасибо? За то, что ты выходишь, как бы, к людям, да, и честно, по-человечески, без обиняков, отвечаешь на, ну, наверное, даже и неудобные какие-то вопросы, да, тебе огромное за это спасибо. Вот, и за то, как говорится, что ты вот так любишь общаться там с интернетчиками, прессой, вот, компания Компас Тур, я последние три года уже точно пользуюсь, как говорится, услугами твоей компании, и у меня все хорошо. Конечно, сейчас скажут, да, конечно, Неруш делает интервью, ему-то уж точно дают специальную цену, все так и есть, я делаю интервью, мне немножко дают скидку, но, как бы, общий тренд, который я вижу, я не слышал недовольных людей, да, там, ну, по рынку, чтобы кто-то там на Компас, там, ругался, там, еще, кстати, многие интернетчики, Цой, по-моему, тоже регулярно, да, то есть, пользуются услугами твоей компании, так что тебе успехов в бизнесе и процветания, спасибо, что ты приходишь и нам рассказываешь вообще, что происходит, потому что, я не знаю, как там с другими туроператорами, я к ним не ходил, мне это, но я чуть не видел много сильно там интервью, да, чтобы вот приходили и вот это рассказывали, то, что ты вот выходишь на публику и не боишься об этом услуг говорить, это очень хорошо, вот. Спасибо. Ну, я и можно еще добавлю немного, потому что я, из всего, что я хотела сказать за этот час, я хотела сказать о том, чтобы, ну, как-то реабилитировать, что ли турагентство, потому что в последнее время очень много говорится о том, что вот турагентство, то есть, это плохо, что в турагентстве, это дорого, что турагентство, это одни мошенники, то есть, я хотела бы, чтобы потребитель, ну, не был таким категоричным, потому что все понятно, интернет, конечно, интернет-продажа, онлайн-сервис, онлайн-магазин, они растут, развиваются, это здорово. Нет, вообще, ты сегодня сказала, что 40% уже, ну, да, это нормально, но без турагентств в любом случае, потому что турагентство мы не только продаем, то есть, мы, говорю, первое, конечно, о чем играла функционально, о том, что мы подбираем самое лучшее предложение для клиентов, потому что только довольный клиент возвратится, и только то агентство, у которого есть возвратный постоянный клиент. Дай возможность человеку по рекламированию. Нет, это я не рекламирую, без них, правда. Нет, люди... Возвратный, то есть, они только будут живы. Понимаешь, вот это все. Но это не основная функция. Основная функция, что туроператоры... До чего человек энтузиаст, спокойно. Нет, что туроператоры, получается, они развивают рынок, и не развивают, они делают, на самом деле, рынок доступный. Вот я говорила, там, про Болгарию, то есть, про Мальдивы, про Сешилы, про тот же Гуа, например, тот же Ланкави. То есть, те направления, которые не было бы туроператоров, не было бы этих направлений на рынке, и не летали бы туда масло. То есть, про ту же Барселону, то есть, благодаря... То есть, да, Ирастана объявила чартерный рейс, но кто этот чартерный рейс поднял, и кто его тянул? Кто-то операторы? Понимаете? То есть, туроператоры за... То есть, кто его раскручивал, кто развивал? Не знаю, я вот недавно сидел в Турции, и был очень благодарен, вообще, тем людям, кто мне помог туда доехать, да? Если бы это был электронный сайт, я бы, наверное, был благодарен электронному сайту, но людям быть благодарнее как-то приятнее. Ты знаешь, я тебе скажу правду. Такую, что мы сейчас вот записали это интервью, мы поговорили, судить об этом людям. Сейчас народ, ну, мне кажется, он всегда такой был, но сейчас вот народ грамотный. Мы еще все прочитаем в комментариях, да, там, что, как бы, у тебя есть своя правда, у людей, кто работает в этой электронной, да, всевозможной коммерции, они, наверное, расскажут какую-то там, ну, наверное, такую же, но с каким-то там своим оттенком. Ну, вот, а поэтому выбирайте пользователю, выбирайте, как бы, зрителю, выбирайте, там, я не знаю, то есть люди будут голосовать своими деньгами. Вот. А нам что, мы говорим об этом, а там дальше пускай вот народ рассуживает. Все, окей. Правильно, приговорились. Продолжение следует...